Доброе утро, дамы и господа! Куплено три билета на территорию Судакской крепости. Взрослый билет стоит 250 рублей, а детский билет ничего не стоит детям до 16, потому что абсолютно бесплатно. Заходим на территорию Судакской крепости по вот такой вот интересной каменной арке и идем прямо до указателя. Основной маршрут уходит, конечно же, налево, вдоль стены, но мы сначала пойдем с вами направо, город мастеров. Здесь представлено очень много разных вот таких вот палаточек. Палаточек с разными подделками, чаями, ножами ручной работы, магнитики, сувенирочка, сувенирочка и опять же сувенирочка. Все такое, знаете, прикольное, такое атмосферное, тематическое, как раз вот на тему вот этой Судакской крепости либо Генуэзской крепости. Сами видите, что этих палаточек очень много. Люди гуляют, смотрят, что-то покупают себе на память. Но мы с вами, давайте вернемся опять к указателю и пойдем налево. Первое, что нам попадается, это гончар, мастер-классы. Здесь вы можете, я так понимаю, с мастером сделать какое-то гончарное изделие тоже себе на память. Но когда мы там были, никто ничего не делал, а образцы подставлены вот здесь вот. Продолжаем наше движение дальше по маршруту. И идя как раз вдоль стены, стена вот у нас слева, мы идем прямо и у нас попадается справа музей, археологический музей с разными находочками. Старый якорь, который, сами видите, проржавел очень сильно за счет того, что очень долго пролежал в море. Но нам вниз, мы идем вниз туда, как раз вот в сам вот этот музей, где хранятся разные находочки, которые были найдены на территории Судакской крепости. Люди ходят, довольно-таки посещаемое место. Если вы не интересуетесь историей, то, по крайней мере, такая вот атмосферная прогулочка по данной территории, я думаю, вам зайдет. Разные, сами видите, железные, каменные изделия. Здесь какой-то четвертый, третий век до нашей эры. И много-много всего интересного. Поэтому сейчас быстренько пройдусь с камеры. Поснимаю. Снизу это надпись «Лейтенант». Это название корабля. Данная надпись датируется началом 20 века и сделана из бронзы. Разные бутылочки с разными жидкостями. Я, честно скажу, не вникал в подробности, что там лежит. Посуда, стаканчики, керамика 1870-80-е годы. Идем дальше. Столовые приборы. Вешалки, дверные ручки. Много всего интересного. Серебро и чайнички. В принципе, очень атмосферно. Да. На самом деле, вот посмотреть и прикоснуться так вот визуально к истории, оно имеет место быть. Разные изделия. И опять же, керамика. И я снимал это все, скажем так, очень быстро. Но если постоять, почитать, проникнуться в истории этих изделий, я думаю, это будет очень интересно. На самом деле, мне больше привлекли внимание вот эти кувшины, которые очень старенькие, очень древние. И сейчас я вам покажу год. Год. Это у нас, получается, 13 века. Амфоры. Ну, согласитесь, что это очень интересно. И как минимум, один раз посетить это стоит. Опять же, посуда. Опять же, керамика. Остатки. И вот, что это у нас в Средиземноморье. Так, по-моему, вот эти я тогда рассматривал очень внимательно, потому что это был вообще пятый век до нашей эры. Да, снимать нельзя, поэтому... Фотографировать нельзя, поэтому снимаем. Сами видите, что все вот эти исторические находки очень древние. Как совсем древние, так же и не очень. Там 1800-е года. Но, тем не менее, они имеют место быть. Про них можно почитать и много всего интересного узнать. Но нам пора на выход. Здесь требая злука. 50 рублей выстрел один. Один выстрел стоит. 300 рублей. Некую серию выкупайте и стреляйте. Идем дальше вдоль стены и идем так же до указателя. Храм с аркой. Это вот как раз вот то, куда мы сейчас с вами направимся. Но сначала подойдем вот в левый уголок, где большие глиняные кувшины. Чой-керамический сосуд для хранения продуктов. Зерна, вина, оливкового масла, соленой рыбы, воды, меда и соли. То бишь холодильник. Заходим в храм с аркой. Можно фотографировать, можно снимать. Главное, только без вспышки. Здесь тоже много разных интересных находок. В основном это тоже керамика. Глиняные чашки, кувшины, стаканчики и светилища. Разные металлические тоже вот такие вот мелкие находочки. Я честно не вникал, что это такое. Но сами можете посмотреть, что они довольно-таки интересные. Что-то в этом есть на самом деле. Разные какие-то пряжки, буздечки. И люди, видите, сами как раз стоят, все это рассматривают и читают об этом внимательно. Я же все это делал невнимательно. Общее здание выглядит примерно как-то вот так вот изнутри. И в центре стоит вот такое вот сооружение. Светилище на горе Каратау. Первый, третий век нашей эры. Это, конечно, уже искусственное, созданное людьми. Но, тем не менее, для того, чтобы передать атмосферу, накидали вот разных таких элементов, дополняющие все это очень, очень, очень дополняющие. Ладно, мы выходим. И по указателям налево уходим в сторону консульского замка. Вот такой подъем под таким вот каменным ступеньком. Там где-то по серединке даже есть маленькая кафешка, где можно посидеть, попить кофе. Заходим на территорию консульского замка через такие вот каменные ворота по ступенькам. Как оказалось, место очень посещаемое. Люди все ходят, фотографируются, рассматривают это все. То есть не пустует, не пустует. Здесь, я так понимаю, жил консул. В историю я не вдавался. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что там, собственно, внутри. Каменные, ой, деревянные ступеньки. По ним мы поднимемся попозже. Здесь тоже разные находки. И камин. Есть камин. Также, ну, в принципе, сами все видели. Вот так вот быстренько, набегом я вам показал. Поднимаемся выше по старинной деревянной лестнице. Здесь прям потоп, как в московском метро. Одни спускаются, другие поднимаются. Довольно-таки, знаете, есть вот эта нотка какого-то исторического... Ну, вы поняли. Куража. Здесь также разные находочки. И вот этот камин, как в «Игре престолов», он мне прям притянул мое внимание. Выглядит все очень-очень довольно-таки круто. Здесь же национальные костюмы. Сами видите, впереди там девушки что-то читают, рассматривают. Скорее всего, разные, наверное, побрякушки и украшения. Большие окна, где можно посидеть, посмотреть. Ну, окна, если честно, немножко грязноватые. Но, тем не менее. Спускаемся вниз. Все, вот такой беглый маленький осмотр. И выходим на улицу. Здесь есть вот по правую сторону такая вот классная стена, из которой открывается просто потрясающий вид на всю вот эту Судахскую бухту, скажем так. Сейчас я вам покажу. Смотрите сами. Это очень завораживающе. Да, тебе даже особо ничего говорить-то и не хочется. Вот, а мы отправляемся дальше. Это выставка орудий пыток эпохи Инквизиции. Заходим. Вид на море, Судахская набережная и сама крепость уже выглядит как-то вот так вот. Сами видите, что люди гуляют, смотрят, отдыхают. Но давайте зайдем все-таки в комнату пыток. Цены вы видели сами. Здесь представлены разные изделия. Довольно-таки оригинальные и восхищаешься тем, насколько воображение человека бывает масштабным. Лучше сюда идти, конечно, с детьми. Потому что все вот эти приспособы помогут вам сделать качественные фотографии, выражающие вашу любовь к вашим детям. И я думаю, что дети останутся в восторге. Ладно, это была шутка. Нам уже пора на выход. Получилось вот такое вот небольшое путешествие по Судакской крепости. А также еще называют Генуэзская крепость. Надеюсь, было интересно и немножко даже весело. Поэтому, если даже история не является вашей сильной стороной, как и у меня, стоит сходить как минимум за классными фотографиями, посмотреть это все изнутри и восхититься вот этой средневековой атмосферой. Субтитры сделал DimaTorzok